В Голландском городе Аппельдорне В Голландском городе прошел второй этап Кубка мира по велогонкам на треке. На этих соревнованиях отличился мазырянин Роман Романов. Он выиграл групповую гонку на 15 километров. Романов сумел опередить Кристофера Летхэма из Великобритании, ставшего вторым, и Морена Де Поу из Бельгии, занявшего третье место. В Голландском городе Аппельдорне В Голландском городе Аппельдорне За другим практически стопроцентные моменты. Оборона Горняков не всегда выдерживала такой прессинг со стороны соперника. Однако галкипер так ни разу и не позволил Шайби проскочить в сетку своих ворот. В итоге Рыси перебросали соперников три раза. 18 бросков против шести. Неплохо начали. В принципе, неплохой был первый период в нашем исполнении, как и третий. Во втором периоде почему-то перестали нападающие делать свою работу. Искали какие-то передачи. Не выходили из зоны, не лезли на ворота. Отсюда, наверное, и такое колоссальное преимущество по броскам со стороны Гомеля во втором периоде. Андрей Гусов в перерыве, похоже, неплохо взбодрил своих хоккеистов, потому что начали они с места в карьеру. Уже на 42-й секунде заключительный третий матч и горняки удвоили свое преимущество. Канадский легионер Сригорчан Натан Робинсон обострил игру, совершив сольный проход к воротам Гомеля. С его броском Евгений Лобанов справился, а вот с добиванием Артема Демкова не смог. 0-2. Правда, эти цифры недолго горели на табло. Менее чем через 20 секунд Гомельский ледовый дворец праздновал шайбу, заброшенную в ворота гостей. Александр Усенко подправил бросок Евгения Соломонова. 1-2. В оставшееся время о тотальном преимуществе хозяев говорить не приходилось. Им все еще необходимо было забивать. Однако горняки сумели выровнять игру. Моменты у Гомеля были, но до заброшенных шайб дело так и не дошло. К сожалению, мы проиграли. Играли хорошо, результат остается. Вышли первый период после паузы. Пошел сумбур, ненужное удаление. Провалили начало игры, потом выровняли игру, взяли в свои руки. Но, к сожалению, с одним голом тяжело выиграть. Мастерство наших нападающих подвело. 43, сделали 3 тиха, бросили больше 40 раз, забили один гол. Это очень слабая результативность. Рады, что победили. Дома проиграли, наделав много глупых ошибок. И нас не выручили вратари. При счете 4-5 здесь. Здесь практически не допустили ошибок и нас выручил вратарь. В воскресенье в Гомель пожаловала столичная юность. Встреча непримиримых соперников обещала быть жаркой. И, как обычно, все авансы оправдались. Основное время матча завершилось в ничью. 1-1 открыли счет гомельчане усилиями Зимина. Ногачев сравнял счет. В овертайме победу юности принес бросок Шелега. Гомельская команда ВРЗ продолжает побеждать в чемпионате Беларуси по мини-футболу. В 11-м туре вагоноремонтники сумели укрепить свои лидирующие позиции. В гости к ним пожаловала столичная команда охрана «Динамо». Фаворитом в этом матче были хозяева. Правда, в мини-футболе может случиться все, что угодно. И на легкую победу лидер чемпионата явно не рассчитывал. Начали команды весьма бодро. И гости в первые минуты игры действовали впереди опаснее хозяев. Вот что касается реализации моментов, то тут вагоноремонтники были куда удачливее. Для того, чтобы обеспечить себе победу, им хватило 10 минут. На седьмой минуте хозяева открыли счет. Александр Коваль во время розыгрыша штрафного отпасывал на Дмитрия Шамли, который поразил ворота соперника. Спустя три минуты гости пропустили контратаку хозяев. Владислав Селюк, отобрав мяч у соперника на своей половине, нашел пасом убегавшего к воротам Евгения Клочко. Тот не оставил шанса голкиперу. Для Евгения этот гол стал 16-м нынешним чемпионатем. Украинский легионер уверенно возглавляет список бомбардиров. Это команда только заслуга. Поэтому где-то отдает на пустые, где-то все комбинации взаимодействия. Усилия всей четверки, всей команды. Поэтому общая заслуга. Не прошло и минуты, а гости снова вынуждены были начинать с центра поля. На очередной ассистентский бал на свой счет записал Юрий Дегтяренко. Во время своего очередного рейда на половину соперника голкипер ВРЗ выложил мяч на ногу Шамли, дежурившего у дальней штанги. 3-0. Вскоре вновь сработала связка Селюк-Клочко. На этот раз в роли ассистента выступил Клочко, отправивший партнера на рандеву с голкипером. 4-0. На этом Евгений и Владислав не успокоились, спустя пару минут организовав небольшой футбольный шедевр. Защитники оставили Селюка одного перед своими воротами. Клочко заметил неприкрытого партнера и выложил мяч точно ему на голову. Селюк эффектно переиграл голкипера. 5-0. Во втором тайме вагоноремонтники не перестали искать счастье в атаках, однако оказалось, что голевой лимит они исчерпали в первом тайме. Хотя возможности увеличить отрыв в счете было предостаточно. За несколько минут до финальной сирены Анатолий Яновский начал выпускать резервистов. Куди сменил в воротах Дегтяренко. Отметим, что гости не ушли с поля без обитых мячей. В самой концовке Эдуард Теунов отквитал один мяч. Оба тайма получились. И первый, и второй получился. Были комбинации, которые разыгрывали у нас. Движение неплохое было. Достаточно голевых моментов было. В первом реализовали практически. Ну, много реализовали. Во втором, к сожалению, удалось. Эта победа, а также ничья в очном поединке Литсельмаши и столицы позволила ВРЗ оторваться от ближайшего преследователя на 6 очков. Гомельская БЧ занимает 7 место. В 11 туре железнодорожники сыграли в ничью 3-3 с дорожником. Агрокомбинат Южный обыграл Брестский Аматор и занимает 11-ю позицию. Светлогорский ЦКК снова проиграл. На этот раз Могилевскому форте. И замыкает турнирную таблицу. Месяц назад стартовал чемпионат Беларуси по баскетболу среди женских команд. Наш регион в этом турнире представляет баскетбольный клуб «Гомель-Сош». Гомельские девчата находятся сейчас в середине турнирной таблицы. Наша съемочная группа посетила домашнюю игру команды против Гродненской Олимпии. В такой ситуации гомельский клубный баскетбол находится уже несколько лет. И пока просвета впереди не видно. Несмотря на все трудности, команда продолжает существовать и выступать в чемпионате страны. Благо, преданные любители этого вида спорта у нас в регионе еще есть. Минувший сезон команда «Гомель-Сош» завершила на шестой позиции. Причем регулярный этап начинала она весьма неплохо, замыкая первую четверку. Выше были только признанные фавориты – «Цмоки», «Горизонт» и «Олимпия». Однако во второй части сезона все было не так радужно. Часть опытных игроков ушла, а молодежь не тянула на таком высоком уровне. Как результат – проигрыш в ключевых матчах главным соперникам и только шестое место по результатам плей-офф. В нынешнем сезоне задача та же, что и год назад – попадание в четверку. Мы боремся с задачей, никто не менял попасть в четверку, а там будет видно. То есть основная игра у нас еще будет в марте, под март может еще поднаберем что-то, поэтому посмотрим. Пока девчата с ней справляются. В шести сыгранных матчах одержано три победы. Это четвертое место в турнирной таблице. Приятно, что неизменным остался костяк команды, которой пополнили опытные баскетболистки. Олеся Лалович мы давно хотели получить, но никак она к нам не могла попасть. И Гапонова Юлия тоже работает тренером в Минске, в школе «Горизонт» и в школе «Цмоки». И приезжают к нам непосредственно на игры, присоединяются. Но опытные девочки, они, конечно, помогают, молодые за ними тянутся. Гомельчанки успели сыграть и с «Горизонтом», и с «Цмоками». В этих, хоть и проигранных поединках, баскетболистки СОЖа смотрелись неплохо. Что вселяло надежды на поединок с еще одним представителем «Большой тройки» белорусского женского баскетбола «Гродинской Олимпии». Однако все вышло не так удачно. Подвели реализация бросков и короткая скамейка запасных. В итоге поражение 51-89. Соперный тяжелый, достаточно тяжелый. То есть он всегда гранд нашего баскетбола. Команда хорошая, 12 человек, равнозначная замена. У нас, видите, 5-6 человек. Просто физически за ними не успеваем. Поэтому плюс не попали ничего, отсюда как бы и результаты. Следующий матч гомельчанки проведут 26 ноября в Минске против «Горизонта». В столице, в республиканском центре Олимпийского резерва, прошел традиционный турнир по гандболу памяти заслуженного тренера Беларуси Леонида Гуско. Соревновались девушки 2002 года рождения и моложе. Всего 8 команд. Среди них и дружина гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Гомельчанки заняли первое место в своей подгруппе и в финале одолели команду Минского арцора. В Гомеле на минувшие недели юные гомболисты разыграли награды международного турнира на призы гандбольного клуба «Гомель». Если быть точным, то прошло сразу два турнира среди девушек и среди юношей. На эти соревнования первый опыт сотрудничества гандбольного клуба «Гомель» и областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. У обоих партнеров цель одна – развитие детского гандбола. Это ближайший наш резерв именно для подготовки к Олимпийским дням молодежи, но это как бы ближайший резерв гандбольного клуба. Они тоже в полной мере заинтересованы детей этих катать, наигрывать, чтобы в дальнейшем, возможно, кто-то из них попал в состав клуба. Первыми награды международного турнира разыграли девушки 2002 года рождения. Всего было заявлено шесть команд. Кроме гостей из украинского Киева и российского Долгопрудного, участие принимали команды из Минска и Бреста. Готсор представляли сразу две дружины. Согласно регламенту, победителя выявляли по результатам однокругового турнира. По его итогам верхнюю ступеньку пьедестала почета заняла команда Готсор-1, второе место у столичного Арцора. На третьей позиции гандболистки из Бреста. Далее расположились Готсор-2 и команда из Киева и Долгопрудного. Турнир среди юношей 2003-2004 годов рождения собрал восемь команд из Белоруссии и России. Среди участников были гомельские Готсор из Дюшор-10, столичный Арцор из СКА, а также дружины из Гробной и российских Портвино и Чехова. Кстати, турнир на призы гандбольного клуба «Гомель» пришелся как нельзя кстати для россиян. Это важный этап в подготовке ко внутренним стартам. Этот выезд мы рассматриваем как подготовка к дальнейшим соревнованиям, в первую очередь, к первенству Российской Федерации. Нам будет сложно бороться. Очень сильные команды, особенно минские. Ваши, я еще не знаю, гомельские команды. С минским мы просто встречались. Так что будем сражаться. Турнир проходил в два этапа. На первом команды разделили на две подгруппы. После окончания однокругового турнира состоялись игры-плей-офф. В итоге весь пьедестал заняли гонболисты из Минска. Победу одержала команда СКА. Далее расположились дружины РЦОРа. Воспитанники ГОЦОРа заняли четвертое место. Команда с Дюшор-10 завершила турнир на седьмом месте. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старт и финиш в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok